Здравствуйте! В Звездном городке приступили к тренировкам бывшие пилоты шаттлов Терри Вёртс и Барри Уилмор. В экипаже Союза они станут бортинженерами. К МКС американцы отправятся через два года. Когда я был маленьким, первое, что меня вообще заинтересовало, это был космос и космические полеты. Самая первая книга, которую я прочитал, была о кораблях «Аполлон». Так что еще мальчиком я больше ничем не хотел заниматься, кроме как космосом. Так и получилось. Возможно, компанию Терри и Барри разделит Елена Серова, пока единственная женщина в российском звездном отряде. Первый раз я полетел туда на шаттле и пробовал на станции меньше двух недель. Такой полет очень загружен, расписан буквально по минутам. Ведь, по сути, мы должны успеть сделать месячную норму работы всего за две недели. Это тяжело. Мне порой просто не хватало времени выглянуть в иллюминатор, чтобы полюбоваться красотой Земли. Так что сейчас второй полет на станцию я рассматриваю как возможность увидеть все, что я не успел посмотреть тогда. Ну и, конечно же, я хочу продолжить изучение космоса. Ведь это и есть наша главная цель. Новый экипаж «Союза» обживает МКС. Дорога на орбиту заняла у них двое суток. Следующие экипажи будут добираться до станции гораздо быстрее. Скорость 27 тысяч километров в час относительно поверхности Земли. Высота рекордная – 430 километров. Ориентация, импульсы на сближение. И вот космический корабль «Союз ТМА-06М» приближается к орбитальной станции. Двое суток в пути. Долгожданная стыковка. Есть касание. Есть степка. Есть механ-поединение. Два часа ожидания. Проверка герметичности, выравнивание давления и, наконец, открытие люков. Так, люк открыт. Теплая встреча. Теперь и на ближайшие месяцы космическая станция, и рабочее место, и родной дом. Когда вылетаешь в станцию, она, во-первых, большая. Во-вторых, там тепло. Там светло. Опять горячая еда. И ты понимаешь, что все, ты прилетел, вот он твой дом на ближайшие полгода, или сколько там длится экспедиция. И, конечно, всегда опять же вот эти все эмоции, которые мы видим на экранах, это всегда искренние эмоции. Все действительно рады друг друга видеть. Космический путь поражает своим размахом. Многолетняя подготовка к полету. Девять минут до выведения на орбиту и два дня до стыковки. Все по расписанию. Стартовал экипаж, хоть и с привычной точки на карте, с космодрома Байконур, однако с новой площадки. Не так важна точка земной поверхности, с которой человек-космонавт улетает. Он летит на том же самом советском, сейчас российском носителе «Союз», самым надежным носителем в мире. Летит на том же космическом аппарате. Крайний раз с этого стартового комплекса пилотируемая ракета с космонавтами на борту стартовала в 1984 году. И вот уже 28 лет отсюда не отправлялись космонавты на орбиту. Но все же этот старт такой же, как и Гагалинский. Космическая лестница и космический лифт. Ну что, на десятый уровень к космическому аппарату? Поехали. О чем вообще космонавты говорят, когда едут к космическому своему кораблю? Ну, как правило, командир корабля еще раз уточняет задачи, рассказывает, кто первый садится в экипаж, чтобы правильно расставить места. Кто первый выходит, потому что пространство тесное, и, ну, чтобы грамотно все это сделать. Ну, а дальше они уже натренированы, и все это получается, в принципе, быстро. Кабина космонавтов. Это так называемая зона чистоты. Перед посадкой космонавтов в корабль здесь трудятся инженеры в стерильных комбинезонах. Укладывают бортовую документацию и делают все для комфорта экипажа. Площадка новая, а вот традиции старые. Как и в прежние времена, доклад государственной комиссии на стартовом комплексе. А потом первое и главное ускорение перед подъемом в ракету – шлепок по скафандру. Первый уровень, второй, третий. Как этажи высотного дома. Сергей Мишин в лифте вместе с космонавтами. Вот так много лет провожает экипажи. Потомок академика, генерального конструктора Мишина здесь в лифте тоже член экипажа. Довести до космического корабля такой груз надо плавно и спокойно. Это уже можно сказать первая такая космическая высота, но на Земле. На самом деле ракета поднимается, возвышается на Землю на 34 метра. И здесь от ветра немного покачивает колонна обслуживания и саму ракету. Вообще от осознания того, что вот этот плод человеческих рук скоро преодолеет земное тяготение и покорит околоземную орбиту, становится не по себе. Покачивание ракеты чувствуют и космонавты в корабле, команда на закрытие люка и дружественный стук. С наилучшими пожеланиями в полете. Они все испытатели. Испытывают стартовые системы, новые модификации корабля, цифровые системы управления. Уже их дублеры, экипаж «Союз» ТМА-08М, Павел Виноградов, Александр Мисуркин и Кристофер Кэссиди испытают новую трассу полета. Космонавты будут добираться до станции всего за пять часов. Сейчас мы имеем корабль, который позволяет летать достаточно быстро. Во-первых, очень хорошая вычисленная машина на борту. Она может посчитать все маневры корабля. Одно дело лететь двое суток и потом начинать эксперименты какие-то биологические. А другое, когда здесь можно на старте положить эту полезную нагрузку и там через пять-шесть часов начать этот эксперимент. Для ученых, особенно для биологов, для них это крайне важно. Так летали первые экспедиции к космическим станциям. Так будут продолжать летать и новые экипажи на российских кораблях. Чтобы однажды этот рейс «Земля-орбита» стал регулярным для каждого из нас. В конце октября 1998 года в возрасте 77 лет в космическую экспедицию отправился Джон Гленн. Американский астронавт сломал стереотипы, что космонавтика – удел молодых. Это подтверждает и пример Павла Виноградова. Будущим летом свое 60-летие космонавт встретит на орбите. Так что главное не возраст, а здоровье и опыт, ну и, конечно, цель в жизни. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.